Как меня видно и слышно, чтобы я понимала, поставьте плюсики, смайлики, сейчас мы немножко приедем с любимым спонсором Елена Комарова. Спасибо, Елена Корошева, я рада вас всех видеть. Вот, все, так я буду вам видеть на лучшее. Хорошо? Всем еще раз добрый вечер, я рада сегодня быть вместе с нами, хочу сказать, не знаю, как вам, ваши спонсоры мне уже позвонили, они уже на нашей родной, любимой родине, на нашей земле. Да, еще раз хочу огромное выразить благодарность, что сегодня есть возможность с вами поделиться и, наверное, выживить в своей структуре эту распознатившую историю успеха. Знать меня вообще не намотно или хорошо, чтобы я понимала? Много фонит, а свечивает лицо, в этом у меня всегда свечивает лицо. Звука нет, не знаю, у кого нету звука, как у остальных. Мутно и плохо слышно, да? У вас отлично не слышно? Ну, мутно да, я что-то не могу. Нормально, когда ничего не трогать. Звук нет, и плохо слышно. Скажите мне, пожар, кто у всех шумит? Периодически шумит. Ну, вот так, так. Все, вот видите, я даже настроила. Все отлично. Все хорошо. Но видите, девочки, у кого-то хорошо, у кого-то плохо. Видно, и мальчики, я ничего не сделаю здесь, как бы я ни хотела. Все хорошо, да? Ну, давайте я буду начинать. И так уже дотянули на 13 минут. И перед тем, наверное, не изменяюсь. В одной причине, что я только что с планерки, с лидерской, я очень хорошо и продуктивно поработала со своей командой, прибежала сразу к вам, даже не кушала, только попила воды и загрузила в кепетацию. Я надеюсь, что я сегодня вам всем буду полезна, и вы услышите что-то от меня новое. Я знаю, что при этом команда Елены Рабочей и Дмитрий Дюхова это на самом деле замечательные лидеры. Я хочу вас поздравить с такими лидерами. Это лидерами, которыми нужно гордиться. Есть чем гордиться. Просто огромные молодцы, которые за собой ведут огромную команду, помогают им развиваться и приглашают всех, кого только могут. Поэтому они работают на ваше развитие, вы нас всем повезло, и я горжусь, что я дружу с вашим вместе с мужем. Но сейчас мы перейдем на мою историю. И хотела просто сказать, что я у вас выступала уже не один раз, и мне кажется, вы все знаете мою историю вдоль и подъем. Поэтому, кто ее уже слышал, вам придется еще раз послушать. Но кто не слышал, буду рада поделиться чему-то новому. И буду рада, если вам это на самом деле полезное. Если вы до сих пор всегда возьмете что-то нужное, важное, и после сегодняшнего вагинара вы поймете, что это на самом деле замечательный бизнес, что это тот бизнес, в котором можно зарабатывать. И не просто можно, а этому бизнесу научиться, если вы сегодня еще не понимаете или не до конца можете зарабатывать деньги. Пока. Ну давайте послушаем еще много раз. Спасибо большое, Светлана. Первый раз буду слушать. Ну так, значит, я понимаю, есть новички у нас. Спасибо, я очень рада. Ну что, начинаем. Это мы вместе с мужем. Я его любимый супруг. Наверное, только из-за него я в этой компании. Наверное, только здесь я развиваюсь, потому что у меня есть семья. Вот это наши девочки. И вот мои дети, мой муж меня стимулировал всегда. И мне не нравилось так жить, как мы жили. Спасибо, Ирина. Все, послушаем. Хорошо, спасибо. Я пришла в этот бизнес только ради своей семьи. Я всегда везде это говорю. Я не знаю, у кого какая мотивация, у кого какая миссия. Это в жизни я не могу изменить. Моя семья – это самое дорогое, что есть у меня, наверное, которое, для чего я живу. Если бы не было семьи, я бы не знаю, получилось у меня что-нибудь в этом бизнесе. Когда на сегодняшний день я приглашаю людей, рассказываю, показываю бизнес, я очень часто слышу такую правду. Если вы ее слышите, вы меня поймете. Да, конечно, Наталья, я с вами согласна. Вы меня прекрасно поймете по поводу того, что когда я слышу правду, показываю бизнес, я очень часто слышу одну правду. Вы знаете, Ирина, наверное, не сейчас. У меня маленькие дети. Или вы знаете, Ирина, да, все очень заманчиво, но немножко похоже. У меня просто двое детей. Ой, вы знаете, мне не получится, у меня тролли. Ой, вы знаете, я что-то не знаю, я в себе как-то не уверена. Но у меня прошу всегда отговорки. Если вы ее слышите, то вы меня понимаете на все сто. Так вот я вам всем скажу, я в этом бизнесе, я была бы в этом бизнесе. Я понимаю прекрасно, когда мне показали бизнес, что нигде таких денег заработать невозможно. Просто нигде невозможно заработать. Когда я прослушала бизнес, но знаете, когда я пришла на встречи на первую, чтобы вы все понимали, что все не бегут лидеры в эту компанию с вами на голову. Хотя есть такие, которые ищут эту компанию. Есть такие, которые готовы здесь развиваться, но они выбирают людей, они ждут людей, они присматриваются к людям. Выдаст на себя. Я проявляла, наверное, очень грамотно. Если не можете вы, значит, сконсор, если вам кто-то на самом деле в этот бизнес. И когда я попала на первую презентацию, тогда мне рассказывал мой спонсор, один-то сидел, смотрела на нее и думала, ну, ну, давай рассказывай, баночки, шпляночки будут дарить. Тут плачивать по тысяче долларов. Можно подумать, что это правда. Сидите, разводите с людьми. В конечном итоге я возмущалась очень много, но это было очень культурно, конечно, это было не грубо, это я печаток рассказываю национально. Я сидела, тихонько, все время говорила, что это, наверное, неправда. Вы, наверное, расскажете какие-то карты. За баночки и шпляночки такие деньги не могут платить. Они рисовали еще долларов. Я не понимала, что такое сетевой маркет, что такое, в принципе, любой ларек, который торговал любыми косметическими лицами. Я в компании «Ресвест», и вот именно сетевала в любой косметике. Мне казалось, это лучшая продукция, потому что я сама мельчалась, и мы с мужем ездили в Минске, и это десбирать, и я себе покупала. Это было, наверное, лучшее одежды, и что было в моей жизни. Это самые яркие моменты в моей жизни, когда я покупала эти баночки, шпляночки на комаровке. И вот когда я слушала этот визу, скажите мне, пожалуйста, знаете, такая автоза была, тогда сделать 7-7 человек, наверное, примерно 6-7, я делала 3-3 девчерс, потому что я все время возмущалась. Мне на самом деле сложено, меня все давило, потому что старшей девочке было 7 лет, младше было только 2 годика. На сегодня 7-7 ставшая уже скоро 21, а младше 15. И когда я смотрела на них, я понимала, что мы живем в общежитии, что мы живем не так, как все, что денег вообще как-то странически не хватает, что я там иду в берегу, потому что другую мы не можем купить, несмотря на то, что муж военный, и муж вроде бы должен был зарабатывать хорошо, но почему-то он не зарабатывал столько же. Когда я ночью спала, вот это очень хорошая правда, что невозможно изменить свою жизнь за один день в день, невозможно изменить мысли, чтобы жить по-другому в будущем. Понимаете? Когда я лежала целую ночь, я думала, в ней неужели это правда. А очень умный мой спонсор, она мне сразу согласилась на вторую встречу подарок. А я такая вот продажная оказывается за подарком. Мне так хотелось ужасное качество видео и звука. Скажите, пожалуйста, слышно? Там вам всем видно? Светлана Степанова написала, что у нее очень плохо видно и слышно. Как всем остальным? Девочки, мальчики, что-то плохо, да? Татьяна, ну, Татьяна Каташенко, плохо слышно. А кому еще плохо слышно? Разобрать можно. То есть, настолько все плохо, фонит, хорошо, вон, шумно, немного видно, отлично слышно, терпимо, согласен. Ну, вот видите, мои хорошие, у кого-то видно и слышно отлично, а у кого-то плоховато. Это, ну, наверное, все связано с интернетом просто. Привыкаете, продолжаете. Я так понимаю, что я буду продолжать и просто у меня звук включен очень хорошо и очень громко говорю. Поэтому я не знаю, правда, чем я понимаю, что эта скорость интернета у всех просто разная. Из-за того, что скорость интернета разная, оно вжарится. И оно я не сделаю. Поэтому я буду продолжать. А вы тогда, ну, просто, наверное, не пишите, что как-то плохо, потому что я даже не знаю, чем будет помочь кому, да? Хорошо? Хорошо. Еще раз, здравствуйте. Как теперь меня слышно? Лучше стало? Нет, видео уже есть. Вообще все пропало, но я уже появилась. Не отвлекайтесь, Ирина. Ну да, я, скорее всего, не буду отвлекаться, потому что мы тогда с вами будем... Теперь лучше, но я включила уже весь звук. Да, хорошо. Все, девочки, я больше не отвлекаюсь. Правда, я не знаю, чем помочь. Надеюсь, что у вас будет глаз и записи будут видно хорошо. Ну, в лучшем случае. Все нормально, лучше слышно. Хорошо. Значит, я не сказала... Практически целую ночь я все думала про эту тысячу доноров, потому что мы жили в общежитии, в общежитии там две комнатки, где невозможно было найти, поэтому, ну, мне очень хотелось заработать эти деньги. Меня подкупили, мне сказали, если вы придете на второй встрече, через неделю будет вам подарок. Я так люблю подарки, что, конечно же, я пришла. И вот нужно будет понимать, что ты единственный автор всего, что с тобой происходит. Вы можете сами раскрашивать свою жизнь. Хотите раскрашивать ее вот такой серой, да, хотите ее раскрашивать в цветочек. Я, правда, один раз услышала такую фразу, что, знаете, у многих людей жизнь похожа, как туалетная бумага, серая и длинная, да. А второй сидел человек, и, знаете, многие говорят, правда, туалетная бумага такая серая, некрасивая, да, и все стали размышлять по полной туалетной бумаге. А второй стоит и говорит, а у меня дома цветная, есть зеленая в цветочек, есть желтая в цветочек. Понимаете, это берега то, насколько вы, ну, как вы живете, как вы мыслите, как вы вообще развиваетесь, и как вы смотрите на жизнь. Вот один смотрит, когда она слушает, как фразирует зимную туалетную бумагу, а на другой смотрит, как красивый цветочек зеленый и синий. Да, вот, это тот же самый момент в жизни, как вы ее расскажите, какие вы краски будете видеть в жизни, вот эти серые или цветные. Вот я на это все посмотрела, и я пришла на вторую встречу. Чтобы прийти на вторую встречу, муж мой спрятал паспорт, он сказал, что ты никуда не пойдешь, потому что моя мама живет в Минске, и в этот момент я рассказала, что мамочка, вот здесь какая-то красивая компания, мне рассказали про деньги, мама, можно доработать, я попробую. Моя мама, конечно, наускала мужа, сказала ему, что Леша, она обратно у нас куда-нибудь влезет, мама, Леша, она обратно у нас куда-нибудь влезет, да, убирает нее все документы, и он убрал паспорт. Я его искала, искала, найти не могла сразу, да, ясно, что я его потом, конечно же, нашла этот паспорт, еще я понимала, что регистрация стоит 12 долларов, я из дома украла эти 12 долларов, чтобы все понимали, потому что я считала, что их одолжила под проценты, вот это тоже тот же самый момент, вы готовы к чему-то новому, или не готовы? Я понимала, что больше денег нигде нет, я понимала, что я хочу заработать, вот поэтому я себя так и ввела, я ему сказала, что я их одолжила, тогда у меня спрашивала, где проценты, я говорила, мои проценты, а я все из продаж собирала деньги, покупала эти 12 долларов, чтобы их назад вернуть. То есть не так все было легко, когда люди сказали, что их должны все поддерживать, что все прям вот должны на них смотреть и радоваться, что они пришли в компанию и по их за тратня, так все близкие, ничего подобного. Я сама очень сильно сомневалась и мне муж еще не давал. Я пришла тогда на встречу на вторую, это была в классе в школе, там обратно рисовали эти кружочки, я сидела и думала, господи, когда это все закончится, сколько они будут рисовать еще эти нужные кружочки, но тем самым я зарегистрировала, зарегистрировала с одной фразой, что я утру с темнот и докажу, что здесь за баночки и шпляночки 1000 долларов нет. Если вы не верите, что в компании Риплэм есть деньги в одессе просто и пролекте, начните работать сегодня и сейчас, и делайте то, что вам говорит ваш спонсор. Вот я на первых спрятках спросила, что мне нужно делать, мне сказали, что нужно приглашать людей. Для чего? Ира, как вы хотите жить? Вы хотите яркой жизни, полноценной жизни или вы хотите жить как? Живут все. Так вот, я вот так вот жить не хотела, я не хотела быть на таком море, я хотела жить по-другому, я хотела жить ярко, я хотела лезть на море, я хотела путешествовать, но, когда у меня спрашивали про путешествия, где я была в таких странах, я отвечала, меня укачивает в машине, поэтому я и не летаю. Я боялась признаться, что у меня нет денег даже на свете, у меня нет денег даже на вторые турки, не говоря про то, чтобы я куда-то полетела. Я же не могла этого сказать, поэтому я хотела, что меня укачивает. Меня на самом деле укачивает. Вот так вот, ясно, что картинка утрированная, но многие так живут, если посмотреть правду в глаза, у них нет ярких моментов. И я начала работать очень активно, я начала делать то, что мне говорил мой спонсор, приглашать людей. Рассказывайте вам о компании Replay. И мне тогда было сказано, Ирина, если ты будешь рассказывать минимум трем человекам каждый день про Replay, уже в течение определенного и удовольствия, выйдите на такой-то уровень. Я вам всем хочу сказать, что за первый каталог я вышла на 6%, за второй каталог я вышла на 6%, за второй каталог я вышла на 9%. Я сделала это очень быстро и очень легко. Я не привела к спорту ни одного человека. Я всем рассказывала все сама. Я рассказывала то, что мне показали за две встречи на кружочках, которые я себе думала, когда это закончится их нудистикам. Знаете, настолько это вложилось в память, я не понимала, что я объясняю. Вот иногда, если вы боитесь, если вы не знаете, рассказывайте эмоции, рассказывайте глазами, рассказывайте своей верой. Ваши глаза не могут врать. Если вы верите, что здесь есть деньги, люди пойдут даже те, которые ничего не понимают. Ко мне пошло большое количество людей. На сегодняшний день, наверное, уже нет никого, и они есть мне как потребители. Чтобы с них кто-то был, никого их нету. У меня все новые люди пришли, чтобы были звания директора, да, на первой каталоге. Но тем самым я поняла, что это работает. 6% для меня, это, наверное, такая вот отрывная точка, та точка, которая меня оттолкнула. Это та точка, где я поняла, что здесь можно зарабатывать, что это работает. Если работает вторая стопика, значит, работает седьмая. Для меня было просто ура. Тогда, будучи уже на 15, наверное, процентов, я вот сейчас вам не совру, 12 или 15 процентов, даже вот не могу вспомнить, да, в очередной раз, а раньше же не было офис, а раньше все заказы выдавались на дому, и мой лидер выдавал все заказы на дому. Я прибегала к нему где-то, помогала где-то, я забирала все заказы, наоборот, себе домой, чтобы ко мне приходили мои люди, чтобы я их видела, да, чтобы они могли забрать, дотянула эти сумки, заказы, мне было это очень все важно. И вот в очередной раз, когда пришли заказы к ней, я не могла, чтобы не увидеть своих людей. То есть я под выдачной заказы сбежала всегда к ней на квартиру, чтобы познакомиться с людьми, потому что уже мои люди регистрировали людей. И мне было очень важно показать своим людям, ну, себя, мне было очень важно здесь познакомиться, мне было очень важно с ними поговорить, мне очень важно было здесь их уголочек, показать, что здесь есть бизнес, да, потому что по-другому, тогда мобильных было очень мало, они только начинали, и не мог со всеми созвониться. Мой муж стал на дверь, и ты никуда не пойдешь. И я его и так, и я так просила, что, Лешенька, ну пойди меня там с людьми, он говорит, сколько можно по вечерам мыться, краситься и куда-то уходить. А на тот момент нашей девочке было два года там, и она у меня очень такая проблемная девочка, она очень болезненная девочка, она очень картизная девочка, она сплакала круглые сутки, она с детства спала в первых, наверное, 3-4 месяцев в сутки, там по 20-30 минут, да, и то, когда ты ее трясешь. Поэтому для меня тоже, наверное, была еще такая отдушина, смысл с дома, наверное, скорее всего, и просто отдохнуть от всего этого шума, да, потому что можно заработать. И он встал на двери и говорит, ты никуда не пойдешь. А все, наверное, видели же фотографию моего мужа, да, это большой, хороший мужчина, который встал на двери и говорит, ты никуда не идешь. А я такая маленькая, крупная, худенькая, смотрю на него и говорю, Лешенька, понимаешь, меня ждут люди, я не могу не пойти, я обещала, что я приду, познакомлюсь, я расскажу. Он говорит, мы не люди, да, а я дальше одеваюсь, молчу и делаю свое. Знаете, такая упертая, молча делаю и дальше свое. Я же понимаю, что он детей не бросит, он их не выкидет, он их не выбросит, они все равно дома, они все равно с папом. Я дальше делаю свое. Он берет отбесили мою обувь и выбрасывает третьего этажа. А мы жили в общежитии пожарной части, внизу пожарная часть, а третий и четвертый этаж, это наше было общежитие. И наши окна выходили прямо на пласть, где строится пожарная, куда выезжают пожарные машины. Вот представьте, там твоя обувь, а тебе нужно обвешать круг, чтобы ее одеть, взять. А так всегда ребята молодые, там ребята, вот эти ты всех знаешь, они знают за тебя и здесь выникает моя обувь. А на улице идет дождь, очень сильно идет дождь. И я отбегаю, да, одеваю эту обувь, а ребята смотрят, да Ира, а что случилось, ноги мокрые. И все знали, что у меня очень проблемная младшая девочка. И я говорю, а, я так из дома утекаю, малая плачет. То есть, поэтому так вот получилось. Ну, я не знаю, поверил тогда, кто не поверил бы это. Я сделала обувь, сама себе тут слезы льются, льются, вот они прям по богу. И сама себе говорю, обувь подожди, ты у меня денег еще не раз попросишь. Знаете, я не знаю, как происходит в вашей жизни, но в моей жизни я понимала, что можно было сдастся, а можно показать, что в Олимпе не есть деньги. Можно показать, что ты на самом деле, вот Макратик, что ты на самом деле готов ты зарабатывать, развиваться, что ты едешь в эту компанию. Да вот, когда мне сейчас говорят, муж меня не верит, мама меня не поддерживает. Да чтобы вас верили, чтобы вас поддерживали, в первую очередь докажите, что вы готовы здесь развиваться, докажите, что вы готовы работать, расти. И, что вы готовы, я не знаю, делать все ради того, чтобы они поверили. Вы как хотите, прийти в компанию реклей, рассказать маме, папе, мужу, детям, что там есть деньги, сесть и ничего не делать, и радоваться, что вам все верят. Правда? Это бы было лучше. Так вот, поймите, мои хорошие, что все трудности, чем больше у нас есть, тем больше вы будете, наверное, радоваться тому приумку, тому победу, который у вас происходит. И через трудности мы очень сильно закаляемся. Через трудности мы становимся сильнее. Через трудности мы, наверное, становимся вот этими шахливыми, нытиками. Я так понимаю, нас всех выбросили из комнаты, когда я вошла, было 30 человек, сейчас уже обратно начинается больше 50. Замечательно. Меня тоже, да, что-то нас всех выбросило. Скажите, все нормально, вижу, все отлично. Продолжаем дальше, иначе будет долго. Вот это мой муж-коросовец, мои дети, и мы с вами успешные. Так вот, нужно было понимать, чтобы нас, начали в нас верить, наши родня и все остальные, нужно доказать вообще самой семье, чего вы стоите. Да, не нужно менять окружение, нужно показать людям, что вы на самом деле сильны своему окружению, что вы на самом деле готовы развиваться. Вот тогда только в вас поверят. И когда я пришла домой, мой муж, конечно же, ходил на дуги. Мой муж, конечно же, со мной не разговаривал. Я пришла и говорю, муж, я тебя больше всех люблю. Я никогда не устраивала скандалы, потому что я понимала, что очень сложно сидеть с вашей девочкой. А в тот момент у нее была спрещена в подвоночнике, сразу поставили перелом, потом смещение, да. Если она ходила у нас сразу, то она перестала ходить, она начала расползать, ей было два года. Это было все очень сложно и тяжело, морально просто. И он на меня говорил, что я кукушка, что я оставляю вот такого ребенка, что я убегаю. И мне на самом деле, как любой маме, было очень морально тяжело, да. Вот так, что это было легко прям вот так вот. И Галя ушел. Но я понимала, что я не оставляю ребенка и никем другим. Я составляю состок ребенка для того, чтобы в будущем отдыхать по-другому, для того, чтобы в будущем жить по-другому. Ведь нам рассказывали про то, что можно научиться заново мечтать. Я уже давно не мечтала. Я так научала жить. Знаете, о чем мы обычно мечтаем? О соцпакете. Это квартира, машина, дача. Вот об этом все мечтают. Если это есть, то жизнь удалась. Вот для меня эта жизнь не удалась. И у меня жизнь удалась тогда, когда я могу детям поколеть в 10 раз больше, когда у детей есть квартиры, когда у детей есть машина и дача. Не только у меня. Тогда у детей есть 3-х разный отдых в год. Когда дети могут поехать с анатоликом. Когда дети могут пить велнос. Понимаете, кто из вас там пьет велнос и кормит своих детей. Вот это вот качественная жизнь, когда вы можете позволить быть здоровыми себе и своим детям, а не просто на словах говорить об этом здоровье. Когда вы родителям можете купить и дать этот велнос, а не ждать от них этих денег. И вот на тот момент, когда я пришла домой, я встраивалась на каналу, я ему пришла и сказала, что ты самый лучший, мы будем жить лучше. Как потом рассказывал мой муж, когда он выбросил вам, ему стало внутри очень стыдно. Мне было страшно идти домой, мне казалось, никто не пустит, вообще со мной разговаривать не будут, и вообще еще выходят из дома, понимаете? А ты пришел, он сам боялся, как вы там внутри, только не покажет, что так получилось. Потому что, когда я увидела, что ты ушла, я понял, что так нельзя делать, что для тебя это важно, что это на самом деле, наверное, этого стоит, потому что, ну, я тебя обидел сильно. Вот видите, почему я говорю, докажите вначале сами, что вы, для вас это важно, понимаете? Я вам приведу такой пример. Вы на офис пришли, вам ваш лидер говорит, давай садись звони, давай садись приглашай, давай провати спа, а ты с тобой натурки, я не могу, я не умею, я не буду, а он говорит, я не буду с тобой работать, что это такое? Либо ты уже работаешь два дня, ты уже видишь, ты звонков, 20 спа, еще чего-нибудь, да? И мы приходим домой такие обиженные, и мы уже начинаем, блин, этот спонсор заставляет меня с вами, ну что, девочка, я что, должна, что ли, на работе заставляют, тут заставляют, да? И вот так, если вы жалуетесь дома, то ваше окружение, оно вас очень сильно любит, оно вас очень сильно ценит, и пока оно слышит, что вы жалуетесь, вас там обижают, они вас ненавидят, этот рецепт ни разу лучше, чем вы, ведь они не понимают, что помимо этой обиды вам так комфортно, вам так помогают, вы видите, что есть деньги, поэтому иногда задумайтесь, что измехает рецепт, когда вы на свои отношения в своей работе. Да, это очень важный момент. И вот после этого момента мне нужно очень активно помогать, не просто активно, а очень активно, мы вместе с ним развозили заказы, у меня очень активно развалась и развалась структура в Родачеве, нам, во-первых, директора, я пойду поговорить и позже. Мы росли, я туда в один отобрате, стабильно и всегда. Пожалуйста, поставьте эти плюсики или еще что-нибудь, а то так-то никто ничего не станет, просто обратно вас всех там повыбрасывала. Вы что-нибудь поставьте, а я буду дальше рассказывать. Чтоб я понимала, есть вы или нету. Да, все отлично, хорошо. Вот. И не за горами мы закрыли звание директора, да. Вот это вот наша была первая поездка на банкет перед второго банкета. Засмущались, заслушались, спасибо. Ладно, говорю, уже всем слышно хорошо, все, я очень рада мои хорошие. Все это разработалось, потихоньку пошло. Вот это был наш первый банкет. И, конечно же, я не могла на банкет брать другого человека только не мужа. Чтобы вы все понимали, на банкете директоров у меня ездит только муж. Вот если муж не сможет везать, вот тогда я кого-то возьму. И когда у меня идут спортсмеры и говорят, Ир, я сделаю все что угодно, возьми на банкете директоров. У вас у всех есть шанс быть на банкете директоров с двумя билетами. Компания всем дает такой шанс. Закройте только звание директора. А если вы сидите год, два и три и не закрываете его, не найдитесь на спонсора, который вас будет возить на банкет. Я не вожу на банкет никого, кроме мужа. Потому что это муж научился варить, кушать. Потому что муж научился играть в доме. Потому что муж научился смотреть детей. Может он это и умел делать, как каждый мужчина, да. И если муж делает ваши вот эти действия, он уже вам очень сильно помогает. И на банкете должен быть для меня лично только муж. Потому что муж вместе со мной водит за канцем. Потому что муж вместе со мной слушает, когда у меня что-то не получается, потому что он подбрасывал идти, потому что он был рядом. Поэтому со мной на банкете ездить только муж. Это моя гордость, это моя радость. Наверное не было бы в него, не было бы меня в этом двигаться. Если он в меня поверил, я бы наверное не была такая утертая, когда он выбросил эту обувь. Вот тогда ты поперла. Поэтому радуйтесь, если сейчас в вас не верят. В вас будут уважать в три раза круче, когда вы им покажете банкет, и вот эту сказку, когда вы его покажете. Про банкет можно говорить очень долго, это все ярко и красиво. Не бойтесь продвигаться медленно, бойтесь стоять на месте. Это говорит о том, что когда я закрыла звание директора, не бойтесь, когда все у вас медленно. Боже, Лилой, услышьте меня сейчас. Сейчас на самом деле очень сложно. Сейчас в стране очень тяжело. Сейчас все выживают как лобок, но покажите мне в наших стране зарплаты 10, 20, 30 миллионов. Ну, это старыми деньгами, все понимаете, да? На самом деле сейчас мало где платят. И я тебе не готова платить. Участники не готовы платить. Бизнесы рушатся кругом. Я вам чуть больше, если зададите вопрос, если я не забуду, расскажите просто, как ты сейчас расстроен. Задайте вопрос, как я рассматривала бизнес. После того, как я вам практически закончу, я вам расскажу, если я не вспомню. Бизнесы у людей рушатся сейчас, да? Люди не готовы платить деньги. Детские сады не становятся дешевле. Школы не становятся дешевле. Одежда не становится дешевле. Офиг не становится дешевле. Нормальная полноценная жизнь не становится дешевле. Даже обычные вещи коммунальные, да? То, что вы должны оплачивать всегда, они не становятся дешевле. А зарплата наша уменьшается. И вот когда я закрыла звание директора, на тот момент у меня уже был один директор. Я закрыла звание директора, поехала в банкет Петрова. Буквально через два каталога моя Елена Васильевна Петрова закрыла звание директора. Она не попала вместе со мной на первый банкет, но она попала на первый банкет в Белоруссии. У меня уже был один директор, а мне оставалось вырастить только одного директора, чтобы стать золотым и начать путешествовать. Мне так уже этого хотелось вам просто не передать. Я прямо вот въездила, въездила с золотым директором. Звание золотого директора я открывала три раза и закрыла только с четвертого раза. Услышьте меня, пожалуйста, всем. Звание золотого директора я закрыла с четвертого раза. Можно было тогда сказать, что этот бизнес не работает. Можно было тогда сказать, что может быть я не для этого бизнеса. Услышите одно, бизнес не может не работать. И в погружении на семинарах, на поздравительных мероприятиях, на БМВ выходили золотые директора и поздравляли. И от года в год и четыре раза, в какие годы я открывала звание золотого директора и только закрыла на четвертый год. Каждый год я видела много людей, когда выходили уже золотые директора, у меня прям слезы по бабу текли. Я вот так сидела, а они текли, они текли, потому что я не понимала, почему они выходят, а я нет. Понимаете? Почему они здесь? А я нет. Нам не было настолько вот это внутри все. И я никогда не говорила, что я брошла реплей. У меня даже не было этого в мысли. Я ковыряла себе и не могла понять, почему это происходит и что ты не делаешь не так. А на будущее перестаньте делать все за людей. Начните делать вместе с людьми. И начните делать вы на 20%, а они на 80%, но не наоборот. Не вы на 80%, а они на 20. Да, ты не прыгал, покуда ты не сдался. То есть играй дальше, борись дальше, иди дальше. Да? И что вы думаете? Когда я закрывала звание золотого директора, я тут же закрыла и старше золотого. Но на это потратилось 4 года. Вот покуда ты пока не проиграл, ты не сдался. Очень хорошая фраза. Я открыла звание золотого директора. Я очень активно шла к его закрытию на 4-й раз. Я прям вот вообще вся сияла. И вот в один из каталогов, я даже сейчас вам не сомневаюсь, то ли это был 5-й каталог, мы уже подвергали звание золотого директора, то ли 6-й. Мне кажется, это был, наверное, 5-й каталог. Мы приехали ко мне домой вместе с моим бизнес-пактором. Это такой третий директор. В глубине был. В глубине вот, да? Мы приехали с ним домой. И я такая на расслабоне, где-то, может, было в пол-шестого. Раньше уже закрылась, закрывался каталог в субботу, в 6 часов вечера. А сейчас он закрывается в 9, правильно? И, значит, мы так приехали, наверное, было где-то пол-шестого вечера, может быть, минут, ну, без двадцати шесть. И я так скажу и просматриваю. А у меня третья ножка была моя, родная сестра. Она живет в Минске. Одно время она работала очень активно. Потом она стала немного болеть. Потом она шла у себя. Устроилась на работу. Но она все время делала свои законы 150-200 баллов. То есть это было у нее сикарь. И периодически раз, там, я не знаю, в два-три месяца, она все равно кого-то подписывала. Но это было так. И под ним девушка, которая живет в Жобине, она приехала ко мне. Она меня научила выходить на свой запрос. Она говорит, я ведь в Минске, как ходят и опрашивают. Я говорю, как я не пойду в нашем городе, я опрашиваю. Так вот и стоя рядом. А я буду опрашивать. Уже второй-треть раз, когда она опросила, я стала опрашивать вместе с ней. У меня такой заводной характер. Я никогда не могу стоять в сторонке. Никогда причем, нигде. Вот она меня научила опрашивать. Она даже не была ни директором, ни темой. Показала, что такое свой запрос. То есть она такая у меня уверенная, тоже очень быстрая девушка. Но как-то вот она ушла из АИПМа, ушла от самого бизнеса на постоянке, но делала все свое. И я так смотрю, а она приехала в Минск. Мы вот так проампетировали девочку, с которой потом уже разбивались очень активно дальше. У меня в жопе. У нее разла нога и плюс был отрыв хороший, потому что она все равно в Минске рекрутировала потихоньку. И я вот так вот смотрю, что в ее на ней не хватает 600 или 700 баллов до 7500. Вот представьте, третья нога и там не хватает только 7500. И ты понимаешь, что в следующем каталоге эти 7500 сделать ничего не стоит. Просто я туда особо активно не работала. И вот девушка, из которой я приехала к себе домой, это была девушка от моей родной сестры. То есть это была вот эта вот под ней ветер, который в процессе был. У Марина она вышла на 17%, а у Тани вот до синий 500, ей хватало 600 там и нисколько баллов. Вот в пределах этого. Я такая сижу, у меня глаза окружаются, я набираю родную сестру и говорю, Таня, милая, смотри, у тебя не хватает там 600 баллов до 7500 было еще 20 минут. Как вы думаете, что она мне ответила? Что? Знаете, когда ты не болеешь, когда ты выпадаешь, ты относишься к этому так. Я ложу эту трубку, я не могу понять, что нужно делать. Я, конечно, благодарна таким лидерам, которые у меня есть. Марина тут же открывает свою страничку, набивает 200 баллов и говорит, добивай, иначе будешь шелеть, зная от себя. Она больше набила к себе 200 баллов просто. И, по-моему, нам тогда 500 или 600 баллов не хватало, потому что я остальное добила просто на лифте и я особо не переживала, да? Вы знаете, как происходит? На тот момент отсутывали все туалетные лоды, которые мы не вбивали. И нам все время давали замену. И мы на автомате нажали на глейшер, потому что я знала, что глейшер подается хорошо. и поставила, я уже не помню, 20-10 их штук поставила. Когда они пришли, я поняла, что они пришли по полной цене. То есть нам дали замену непоскидочную, а по полной цене сразу, да? Вот мы смеялись с этого. Смотрите, как бывает. Наверное, через месяца два все простили туалетные воды глейшер, мы их раздавали, меняли на другие воды более дорогие, мы были выигрыши. То есть судьба всегда подает тем, кто не боится. Вот так вот я закрыла звание золотого и старшего золотого директора в один каталог. Ну, в один год. Я полетела первый раз в Португалию, вот это вот поздравление было в Португалии. Первый раз летала за границу. Я даже не могла представить, что это такое, да? Я всем говорила, что меня укачивает, поэтому я не люблю летать, это мне все не нравится, бла-бла-бла и так далее, да? Но когда я вспоминаю себя, я очень хорошо помню первый полет. Это для меня была самая лучшая, наверное, золотая конференция вообще в моей жизни, в моей истории, как они все классные. Вот в этой причине, что это был первый полет в моей жизни. Я первый раз села на самолет. Я первый раз видела, как близко самолет, я первый раз в него шла. Я шла так по аэропорту, что мне казалось, мой нос касается потолка, настолько я была горда за себя, за все, что это получилось, да? Это вот меня награждали в Лиссабоне, вот эти чайки, я привезла, и у нас даже на офисе есть, мы из них сделали все, что можно. Назвать, мы вешаем фотографии, храню по сей день, настолько для меня это важно, потому что это было первое в моей жизни. И вот тогда я прилетела из Португалии. Конечно, я такая эмоциональная, яркая, меня, конечно, заметила наша руководство. Тогда был Лёша Людко. Алексей говорит, Ирина, давайте вы выступите на БМВ. А представьте, БМВ это минимум, если их 4-5 тысяч человек, где тебе нужно выступать, где ты еще толком ничего не умеешь говорить, ты просто делал свое дело, ты работал со своей структурой, где ты не умел не просто тебе расскажешь вот о своей поездке, как это было. И как получилось, что моя младшая сестра не смогла пойти по здоровью на семинар, и я отдала билет своей старшей дочери. И вот со мной пошла старшая дочь. С мужа я не взяла наружно, потому что я буду выступать, я буду очень сильно переживать, что будешь ты там, потом скажешь, что я говорила не так, не иди мне туда. И я с тобой взяла свою старшую дочь. С нами была, конечно, моя вся команда. И мне хочется говорить, мамка, я тебя буду снимать, перед дочкой, только не в коем случае не снимай меня под сценой. Снимай мне бы далеко, чтобы я тебя не видела, потому что я очень боюсь. Я вам всем хочу сказать, что когда я выступала, у меня ноги стояли не просто на ширине плеч, они стояли еще шире. Микрофон я держала двумя руками, потому что в одной мне так пришлись руки от страха, что мне казалось, что он сейчас упадет. Это было самое страшное, что есть в моей жизни. Зачем я вам это всем говорю? Преодолевайте себя. Делайте то и принимайте то, чего вы боитесь больше всего в жизни. Потому что если вы будете делать то, чего вы никогда не делали, вы будете иметь то, чего вы никогда не имели. Это был тот момент, где я обратно себя преодолела, где я сама себя победила, где я выступала на такое количество людей, где я стала тебя уважать очень сильно. Это все ерунда. Меня стала уважать моя дочь вообще по-другому. Моя дочь смотрела на меня другими глазами, она со мной разговаривала другими глазами. Потому что самое главное, я рассказываю эту историю на протяжении уже 5 лет, наверное, 4 или 5 лет. И каждый раз я хочу плачать, когда я ей это рассказываю. У меня дочь флигматика. Она спокойная, она говорит один раз, она уравновешенная. Она не любит повторять два раза, она любит огромного шума. Она не любит людей и знакомиться с ними. Она любит только друг от друга, если одна, две подруги. Да? Не возьмите меня, какая я эмоциональная, и быстрая, и шустрая. Вот когда я выступила, спустилась и шла в зал, моя дочь бежала сверху и кричала, мама, ты лучшая. Мама, ты когда говорила, они все хлопали. Мама, ты говорила, они вставали. Мама, ты говоришь, они встают. Мама, они сейчас все встают. Ты самая лучшая. Вот я вам всем хочу сказать, что вы лучшая мама. Вы просто самая лучшая. Но нет такой момент в жизни, когда на тебя дети посмотрят другими глазами. Потому что они тебя увидят не маму, которая подает тарелки, кружки, миски. Они увидят маму, которая уважает и слушает большое количество людей, за которым идут. Вот это, наверное, самое огромное достижение. Сейчас моя дочь заканчивает 4-й курс университета в Минске. Она сейчас там находится статистика. Кто знает, что такое статистика, это очень сложно. Это вся большая математика. Все мои банкины говорят, что зачем ты ее туда отправила и так далее. Она получает высшее отознание. Она говорит, мама, как я тебе благодарна. И понимаешь, благодаря тому, что я увидела тебе эту силу, эту силу в победе, эту волю в победе, я не сдалась и я заканчиваю эти курсы. Я плавлю с лучшим университетем. Я не боюсь пропустить, потому что мне не поставят эту Н-ку неот, потому что я себя зарекомендовала с хорошей стороны. Я знаю, как это сделать. Я знаю, как общаться с людьми. Я знаю, как доносить людям. Я знаю, как общаться с преподавателями и так далее. Понимаете? Вы показываете своим детям эту победу. Вы показываете не на словах, а на деле. Сколько бы вы говорили детям, что курить вредно, но если вы курите, они тоже будут за углом курить. Сколько бы вы не говорили, что пить вредно, но если мы пьем, дети не понимают, что это вредно. Они видят, что вы пьете. Сколько бы вы не говорили, что чипсы это вредно, и принося их домой, кушая одному, да, дети будут их все равно покупать. Дети делают то, что делаем мы. Когда мы приезжаем в Минск, у моей дочери на столе стоят каши с мужем только фотографии. Вот везде муж и я, муж и я, мы с семьей. И я задала ей вопрос, Никочка, а чего вы везде нас расставили? А где, ну, как бы, нет больше кого поставить, какие-то кумиры или еще, чтобы снопорачиться говорить, мама, вы для меня самые большие кумиры. Я настолько горжусь, что вы мои родители, я настолько вас не горжусь, что других я даже подстрою. Я не могу даже представить, что у меня будет кто-то другой висеть на стене или стоять на столе. То есть у меня нет каких-то там Витни Спирс, еще кого-то. У меня здесь стоит мама и папа. Вот обратите внимание, да, это не значит, что плохо, что у ваших детей. Вот сейчас я прихожу к вашей дочери в спальню, и я вижу тоже наши фотографии. Первое, что она сделала, когда она будет переестрела, она взяла нашу фотографию с мужем и поставила туда. Понимаете, просто мама еще мне нужно нам сфотографировать в документе и повесить, что мы все вместе, мы семья и катая. На год работе, да, Светлана? То есть нужно понимать, что вы задаете этот темп детям. Вот это моя гордость, наверное. Поэтому не сдавайтесь, ребята, идите дальше. Никто не говорит, что в этом бизнесе легко, особенно сейчас. Никто не говорит, что здесь легко подвешивать, что здесь легко что-то делать, но когда вы победите, вы будете чувствовать эту гордость. У вас будет своя история, она будет тоже не хуже моей, она будет очень сильная история. И вот когда я прилетела в Португалию, я мужу рассказывала, как там здорово было, как круто, да, мы живем в Шопене. Он меня встречал на машине в Минске на месяц 2,5 часа. У меня было чувство, что я приехала за одну минуту, потому что я не успела ему рассказать все, что было в Португалии каждый день, сколько было там гейерверков, какие там были газо-ужины, какие там были телесные ужины. Как нас там кормили, куда нас возили. Да, то есть для меня это было просто вот как-то просто лично. Я не успела рассказать, что я плавала в Атлантическом океане. Ты представляешь, какие моря это видела один раз, а это Атлантические океаны, как он холодный, какая-то вода. Да, мы приехали уже домой. Я ему скажу, что в следующем году мы летим в Атлантическом. Компания организует поездку в Швецию. Ему критерочка должна обязательно сделать все, что можно и полететь в Швецию. А мужу в 12-м году исполнялось 40 лет. День рождения у него тоже в августе, как и в Атлантической конференции. Как вы думаете, что я ему подарила на 40-летие? Вы все видите, что я своему мужу на 40-летие подарила поездку в Швецию. Потому что он мечтал о Швеции всю жизнь. Для него это была страна, в который он хотел попасть. Когда ненадеженка чего-то никогда не говорил. Он мне сказал, что у нас есть деньги для Швеции, там чашка кофе стоит 25 долларов. Ты готова потратить такие деньги? Когда ты в месяц покупала 10 долларов и радовалась, что ты можешь что-то отложить. Понимаете, про что я говорю? Поэтому я очень сильно горжусь собой, горжусь своей семьей, потому что я показала и семье этот мир, да? И себе вместе с ними. И вот мы с ним в Швеции. Это был лучший отдых тоже для нас, для того, что мы были вместе. Хочешь добиться успеха в жизни, сделай настойчивость с моим лучшим другом. Я вот очень вижу, что здесь не очень многие пишут, что настойчивость, что нужно пробежать и так далее. На самом деле так происходит. Когда я прилетела из Швеции вместе с мужем, я тут же открыла звание сортировать директора. Да, то есть я не стояла на месте. Это все очень было быстро. Я открывала звание за званием. Я настолько активно работала, что я просто никогда не останавливалась. Я всегда искала. Я выросла одного директора, да? Я показала им, что здесь есть деньги, что здесь есть банкеты. Двигайтесь вперед, разливайтесь. Идут на местные мероприятия. Идут на местные поздравления. Берите людей, приглашайте, да? И я дальше искала людей. Дальше наполняла людьми людей. То есть я дальше разбивалась, не стояла на месте. И вот вам показалось. Знание сортировать директора я закрылся второго раза. Он тоже был не с первого. И я всегда мечтала, что я буду на сцене стоять одна. Потому что бриллиантов и директоров всегда поздравляли по одному. Поздравляли очень красиво. Им придумывали сказку очень красивую. А так, если я не шла еще бриллиантных директоров Сапирова, я так мечтала, что тогда я буду поднаграждаться одна. И так получилось, что в 2014 году звание Сапирова директора закрыла только одна я по всей Белоруссии. И тогда еще семья вот перед своими мыслями не дала людям закрыться. И меня поздравляли одну. Вот это такая красивая фотография. Я ее всегда любуюсь и горжусь. У меня был огромнейший букет. Просто огромнейший. Я все звания делаю, потому что я люблю цветы. Я так люблю цветы. Вам просто всем не передайте. Каждое поздравительное мероприятие, каждая школа просто цветок моря. И в следующем году, когда я закрыла с вами Сапирова директора, мы обратно же полетели. Это был лайнер. Так. Назвать лайнер мечты по-другому больше никак невозможно. Путерка стоила на двоих больше восьми тысяч долларов. Эта компания все оплатила, и мы не висли ни рубля. Мы были в Испании, в Италии, во Франции. Мы были во Флоренции. Мы были в Барселоне. Мы были в Кисе. Я видела эту башню наклоненную на бок, понимаете, о которой я раньше даже не думала и не знала только где она находится. То есть вот это все мне дала компания Липлэм за мои труды. Вы работаете на госработе, вы трудитесь день и ночь, вы стараетесь. Скажите, пожалуйста, вас отправят в Швецию, вас отправят на лайнер, вас отправят в Португалию. Извините меня на секунду. Нет, Николай, спасибо большое. Вас никуда не отправят, понимаете? Поэтому компания Липлэм – это лучшая компания, которая подгорит. Компания Липлэм – это лучшие возможности, которые есть на сегодняшний день в Беларуси. Когда сейчас ко мне приходят люди, сегодня мы проводили звонерки, я всем говорила, девочки, покажите мне лучше предложение, я пойду за вами, чем компания Липлэм. Покажите мне лучше предложение. Все сказали, его нет, но на самом деле лучше нет. 11 лет Светлана отработала на заводе и никуда не ездила за 11 лет. Да, и вот вам, пожалуйста, где побывали мы за наше звание. У людей нет терпения построить бизнес за 3 года, но есть терпение ходить на работу 30 лет, как Светлана Найсенья отходила 11 лет на завод, да? Вот вам, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, кто сектант? Тот, кто ходит на завод 30 лет и потом идет в пенсии. Вы хотите сколько хотите. Вы зарабатываете любую зарплату, какую бы вы ни заработали, но вы придете все равно в своей любимой пенсии. Сколько будет ваша пенсия? И мне вам говорить, вы все знаете, у военных она чуть больше. если доживете до этой пенсии. А сейчас еще это все увеличено. Так вот кто из нас сектанты? Мне очень интересно. Вот сколько вы уже в компании «Экленд»? 13 лет я в компании «Экленд». Работаю. Звание директора я шла 3 года, звание золотого шла 4 года. Потом каждый год я закрывала новое звание. Станьте хозяином в своей жизни. Я вам только что показала, можно ходить на завод 30 лет, а можно за 13 лет закрыть звание. Вот звание я закрывала директора, я закрыла с ума на где-то лет до 6. Вы не равняйтесь на меня. Я вам сейчас буду рассказывать про своих директоров. Кто-то закрыл за 2 года, кто-то закрыл за 10 месяцев звание директора. У меня сейчас новый бизнес-партнер. Она зарегистрировалась в апреле месяце. На сегодняшний день летом она вышла на 15%. Летом, вот этим летом, когда в стране кризис, да? В следующем каталоге мы с ней планируем открыть 22%. Она даже еще не вышла на 18%, но мы с ней планируем 22%. Что планируете вы, понимаете? Что вы планируете в этом каталоге в следующем? Вот от вас этот бизнес зависит от вас, не зависит от окружающих. Неужели за вас окружающие решили, что вы будете неуспешным? Неужели, когда вы родились, за вас решили, что вы будете неуспешным? Да, Татьяна Каташенко, я говорю про вас, что в следующем каталоге мы открываем 22%. Вот. Поймите правильно, что вы сами решаете, будете вы здесь успешным или нет. Если вы приглашаете людей, если вы обзваниваете людей, если вы проводите спа-уходы, и вам говорят люди нет, и после этих слов вы скажете, я вовсе не работаю в этой компании, потому что я неуспешным. Получается, что эти все люди решили за вас. Не вы решили быть успешным, а они за вас решили, что вы неуспешные. Поэтому станьте хозяином своей жизни, возьмите свою жизнь в свои руки и станьте просто успешными сами для себя. Те люди, которые вам сказали нет, задумайтесь, они вам сказали нет, или они сказали своим детям нет, они сказали лучшие жизни свои нет, они сказали своим родителям нет, понимаете? Но не вам ни в коем случае, если вы не сдались, если вы идете дальше. Ваша жизнь – это ваша жизнь, их жизнь – это их жизнь. И то, что они вам говорят нет, это не значит, что они сказали вам нет. Они сами себе говорят нет. Это они не получат тысячи долларов, это они не полетят от компаний, это у них не будет таких шикарных банкетов. Услышьте меня правильно сейчас. И если вы это поймете, если этот же тон у вас провалится, вы будете больше настойчивы и больше будьте уверены. Здесь у нас в Беларуси огромное количество людей, вы даже не можете ни лезть ни в Россию, ни в Украину. Работайте там, где вы можете работать. Здесь огромное количество людей, которые готовы развиваться, и всего того, показывает моя команда. Если еще два каталога назад вы работали вдвоем, то сейчас она сегодня была подверта, она сидела около 20 человек. 12 человек, 16 точно. Да, вот я боюсь ошибиться, сколько у нас там было. Симончик Татьяна. Вот Татьяна Симончик, которая зарегистрировалась буквально неделю назад, она уже сидела на планерке, она говорит, я готова развиваться, я готова расти. Но дойдет ли Татьяна до конца, зависит только от нее. Это она будет хозяином этой жизни, своей жизни. У Татьяны трое детей. Это тайно, что поднимать свои детей, но не у меня. Вот так я могу обратиться к каждому из вас. Это ваши дети, это мои дети. Мои дети учатся в университете. Первый взнос университет был в этом году на четвертый курс. Восемь миллионов. В январе месяце нужно отдать еще восемь миллионов. Скажите, пожалуйста, за свою работу вы зарабатываете восемь миллионов, чтобы еще летать, отдыхать? Мы в том году вместе с семьей летали отдыхать шесть раз. Ну, вообще вместе с семьей, но вместе с компанией «Снэм» и вместе с семьей. В этом году мы летали уже два раза отдыхать. Один раз мы летали с компанией, один раз мы полетели полностью семьей. Знаете, сколько вы раз туда летаете? Как вы летаете? Что вы делаете? Что вы показываете? Что вы делаете? Что вы делаете в детях? А потом сказать, что ты не учишь, ты неудачник, ты не поступил на бесплатное. Это дети виноваты. И просто мы живем в такой стране, где все платно. У моей дочери было больше двухсот баллов, когда она поступала. И она не поступила на бесплатное. Потому что мы выбрали ту профессию, в которой сложно было поступить на бесплатное. Услышите меня правильно. И можно было сказать, что ты езда, ты так сделала, да? А можно заработать денег и дать ребенку то, что он хотел. Понимаете? На сегодняшний день она сама работает уже в Минске. Она преподает, я говорю, я графа, она преподает пласть, она преподает практика. Она дальше развивается. И говорит, а где ты будешь работать? Она говорит вам, я не знаю, но с точки зрения не на государственной работе. Но образование мне помогает развиваться. Благодаря тому, что у меня есть высшее образование, я научилась учиться. Понимаете? Высшее образование это не показатель, что вы умные там вот за безрассудство, что вы вообще самые грамотные в мире. Высшее образование нам это дано для того, чтобы понять, что вы умеете и можете учиться и развиваться дальше. Как говорил, поддержал. Ваше высшее образование зависит от того, сколько книг вы прочитали, не от диплома. Можно получить диплом, но не получить вот сюда ничего. А можно читать книги и быть с высшим образованием без диплома развиваться, где вас все ждут. В 40 лет легко устроиться на работу? Скажите мне, пожалуйста, если у вас в трудовой книжке всего стаж 2 года. Вместе с дикетными, наверное, 3, 2, 5. Легко устроиться куда-то на работу? Вот в моей трудовой книжке суммарно 5 лет, наверное, старая. А, ладно, двое детей, 6 и 2 года, 6, 7, 8, 8. Я бы работала 2 года, больше я не работала никогда и нигде. Вот в моей 40 лет, сколько можно строиться куда-то на работу с таким стажем? На сегодняшний день меня берут в любую организацию просто на реке. Ко мне приезжают, мне предлагают любой бизнес. Меня берут продавцом любых магазинов, меня берут администратором любых ресторанов в Минске. Только тогда мы начинаем общаться. Почему? Потому что если я знаю свой товар, я принесла одну тушь, у меня купили после этого на полтора миллиона продукции. Понимаете? И я вообще не продаю эту косметику. Я ее вообще не продаю, понимаете? Я работаю с людьми. Но когда меня просят, Ирина, есть у вас крем для век? Конечно есть. Можно я приеду на вас, посмотрю, чтобы правильно подобрать? Вы просто ко мне выйдете. Да, это выходит, я говорю, крем для век это замечательно. Вам подойдет вот этот и вот этот. Потому что вот этот от подтягивания века. Вот этот делает красиво цветника. А экологен он идет от морщин. Но если вы будете пользоваться одним кремом, вы не получите для век. Так, который вы получите, если вы будете пользоваться кремом для лица. Ощущением кремом. Погнали, погнали. У меня купили весь набор. Понимаете? И когда человек это все прослушал, он купил весь набор, он звонит через 20 минут и говорит, Ирина, мне в ресторане нужен администратор в Минске. У меня многие такие продукты, которые они стоят вот так, ты их просто реализовываешь. Вот эти вот товары. У вас будет хорошая зарплата. И мне 40 лет. Понимаете? Про что я вам вот это говорю? Станьте хозяином своей жизни. Понимаете? Не важно, какое у вас образование. Наверное, не важно, в какой стране вы живете. Вы всегда можете себя реализовать. Просто я не готова работать на кого-то по часам. Идем дальше. Спасибо. Я не знаю, вам легко меня слушать. Мне все очень сложно. Вы со мной, девочки-мальчики? Да, со мной. Спасибо, Яночка. Очень круто. Да, супер. Все здорово. Обратите внимание, пожалуйста. Да, вот я так горжусь своим днем рождением. Я вот не могу. Вот это мне исполнилось, когда он готов ладить за 9 лет. И я очень люблю слушать чужие истории. Я очень люблю слушать чужие мечты. Я правда люблю. Вот если у вас нет своей мечты, украдите ее. Вот на самом деле ее украдите. Заразитесь ей. Может вы просто сейчас не понимаете, чего вы хотите от того, что в вашей день нет денег. Да, вот их просто нет. Блин, о чем мечтать? За какой норковой шуме мечтать, если я не могу себе позволить купить даже куртку новую? То есть поймите правильно. А когда вы начинаете слушать чужие мечты, вы заражаетесь ими. Я услышала на одном из семинаров, как девушка плавала с диктинами. Ей подарил муж. Я такая вот золотная. Я вообще люблю котиков, собачек, уточек всяких. Я не могу просто так пройти. Мне надо с ними посмеляться, кому-то показать, какие утки там плавают. Найти какой-то хлебок, побросать. Роживите сегодня и сейчас. Наслаждайтесь жизнью. Наслаждайтесь, что это будет когда-то завтра. И вот я тогда услышала про диктинов. Я прям загорелась. Я ж не могла. Слышь диктин, да? И с ними плаву не показывает. Я даже не могла подумать, что это вообще возможно. Я приехала домой вот с такими же глазами. Я мужу рассказывала про диктин, как кто-то плавал. Ему подарили на день рождения. Леша, так, наверное, круто. Это классно. День рождения 2 мая. Просто все поздравляют. Я так люблю поздравления 2 мая. И мой муж меня с вечера говорит. Не с вечера, а с заранее берет. Ирина, на 2 мая мы ничего не планируем. Мы отдыхаем с семьей. Договорились ты, ничего ни с кем не планируешь. Я говорю, хорошо, Леша. Потому что я могу на свой день рождения еще где-то провести какие-то презентации. Но в целом, в принципе, я дошла к зватьям, так было. Я говорю, хорошо, Леша, так и будет. С утра мы встаем. Дети собирают какие-то сумки. Говорят, мама, собирайся. Мы едем в Минск праздновать день рождения. Я говорю, ну, в Минск, так, в Минск. Хорошо. Я такая, а что у меня надо? Ничего не надо. Ну, хорошо, ничего не надо. Ну, хорошо, ничего не надо. Но мы одержим. Только красиво одеться, накраситься и хорошее настроение. Я оделась красиво, накрасилась. Дети собрались. Все-таки мы поехали. И мы подъезжаем к Минскому зоопарку. А 1-2 мая это всегда праздник. Да, 2-2 мая было освобождение Бреста, по-моему, да. То есть каждый город освобождался в какой-то день. И получается, что это праздничные дни. Очереди большие все. Мои все начинают суетиться. Я тут поворачиваюсь. Моя родная сестра со своей семьей, да. Они с шариками, они с цветами. А людей много-много в зоопарке в Минском. И все кричат. Кричат. С днем рождения. С днем рождения меня окружили хлопать. Я же такая эмоциональная. Я стою возле этого зоопарка. Начинаю уплаты. Эти цветы и шарики. Эти детки вокруг меня бегают. Мои дети-племянники бегают. Да. Вот у меня столько радости. Я вообще не вижу, что нас окружает еще человек. Этот человек идет в округе. Потому что все идут в зоопар. Потому что это выходные дни. И, значит, я говорю, боже, как мы туда пройдем. Нам точно нужен зоопар. Пойдемте в парк и посидим. Пошлите в кафе, куда посидим. Да. Там поедут на Минское море. Потому что, ну, мы на машине. Так на машинах. Они такие говорят. Нет, Игорьич, а мы пройдем. И вот все видно, что там у нас не рождение. А я же не знаю, что они говорят. Я не знаю, что надо купаться с дельфинами в Америке. И там говорят. Вам не надо стоять в очереди. Проходите. Вас там не пропустите. То есть мы уже пошли там на месте оплачиваем. Но я же этого не знала. Мы заходим. Все они идут. Заходим вверх. И говорят. Давай переодеваюсь. Тебя ждут дельфины. И ты заходишь в округе. Там планы пять дельфинов. Там, наверное, около двадцати человек. И этих двадцать человек они фотографировались. Опускаешься в воду. Тебя фотографируют с дельфинами. Ты была здесь, да? А моя семья. Они мне оплатили планы с дельфинами пять минут. И вот я окунаюсь с этим дельфином. Я говорю. Пайник, да, Светлана. Они положили. Они все. Полотенце положили. Все как положено. Они ее фотографировали. Не на видео снимали. Я опускаюсь с этим дельфином. И она говорит. А вот этот парнишка. Он их прессирует. И он объясняет мне, значит что нужно снять все пальцы. Все цепочки. Все что такого можно, чтобы не поцарапать дельфинами. С ним нужно вначале подружиться. Чтобы с ним подружиться, его нужно вот так вот по чухать. Пожалеть, погладить. Да. С ним поургать. Вот имя очень интересное у него. Чтобы потом с ним уже начинать плавать. Чтобы он к тебе привык. А не просто платануть и с ним плавать. И вот я так с ним упомкаю. И начинаю его жать, чухать, упомкать. Он так о-о-о-о-о-о-о. Вот этим ходит, вот так делает, и он такой, как у меня, и ко мне, и ко мне. Понимаете, это вот эти пять дельфинов, они стали все ко мне идти. Я их так всех трогаю, не понимаю, что делать. Этот парнишка просто в шоке, он смотри, говорит, я просто удивляюсь вашей энергетике, да, ваши дельфины, они поддаются вам. Вы не пробовали дрессировать вообще кого-нибудь? Я говорю, нет только дрессируя мужа, больше нет, кого дрессировать. Дем со мной. Я вам всем хочу сказать, что я плавала не пять минут, мои все показали, я плавала ровно девять минут. Знаете, прошли про плавала в двойне, потому что там смеялись все, там смеялся этот тренер. Меня дельфины подбрасывали, меня дельфины подкидывали, мы с ними кувыркались, мы с ними, значит, это просто, понимаете, это ощущение непереговаримое. Какое-то ощущение стоит денег. Если бы не было в семье этого миллиона, два миллиона, вы бы не плавали, понимаете, этих 500 тысяч, вам бы было жарко из семьи. И вот всегда мне можно, например, в этом году поедешь с дельфинами двойцы, я поеду, вот так, я буду с ними каждый год плавать. Это на самом деле здорово. А еще, когда дети кричат, моя виточка, мама, мама, и вот удивление его, это что, мама, да, тебя еще больше подбрасывает, а у мамы дельфинами, да, вот, это все очень здорово. Научитесь жить красиво. Научитесь быть упертым тогда, когда нужно, чтобы потом жить красиво. Вот самое интересное, когда я спрашиваю своих детей, давайте подаю плавать дельфин, они смотрят, говорят, ну, я не знаю, они как-то рыбой воняют, мне как-то не очень нравилось, понимаете. Вот кому что нравится в жизни, а я-то, наверное, плаваю с дельфинами, с касатками, не знаю, с голубями, и с ежами, со всеми, и мне все это очень нравится. Поэтому найдите, что нравится вам, заражайтесь. Если сегодня кто-то захотел плавать с дельфинами, вот сегодня начните зарабатывать для того, чтобы поплавать с дельфинами. И расскажите свою историю, понимаете, расскажите свои эмоции, как вы плавали с этими дельфинами. С дельфинами можно разговаривать просто, не знаю, сколько. Росток не задается вопросом, растут ли другие растики, как именно, он просто растет, как и ты расти. Не оглядываясь на тех, кто расти не хочет, просто расти в этой компании, не слушая больше никого вообще. Не тратьте в этой жизни время зря, вот на самом деле его не прячьте. Это самое дорогое, что у нас есть, но понять очень сложно, понимаете. Если вы будете лежать на диване и ходить на кухню, из кухни на диван, вот на этом пути вы не встретите бизнес-партнеров, просто не будет. В нашей жизни самое дорогое это время. Я не знаю, как у вас, но я вчера родила свою Вику, сегодня моей Вике 20 лет. Это было вчера, понимаете, я помню, как я ее родила. А сегодня мне уже 20 лет, скоро она может родить, я уже наношу скоро 21, понимаете. Время летит настолько быстро, что мне кажется, это было вчера, а мне уже 40 лет. Уже хороший кусок жизни тоже, да, вот хорошая половина, да. По-хорошему, посмотрите, на кого вы тратите вот это свое время, на кого вы потратите 5 лет своей жизни. Вы потратите его на государство, вы потратите его на частника, вы осуществите их мечты. Или вы начнете просто действовать сегодня и сейчас, уже через год, через два. Вы дадите детям то, что вы можете дать, вы дадите себе то, что вы хотите дать. Вы купите себе то, о чем вы мечтали всю жизнь. Понимаете, что вы через 5 лет. Для успеха не нужно быть умнее других, нужно просто на день быстрее стать остальными. Старинуйтесь с собой, будьте лучше, чем вы были вчера. Если вы вчера сомневались, если вы сегодня не звонили и приглашали завтра, станьте лучше, чем вы были сегодня, понимаете. Ну вот они, загорали вам, пожалуйста, и бриллиантовые директора, да? Я, конечно, благодарна своей команде, сейчас про нее быстро расскажу, потому что я с вами так быстро говорю. 64 человека все на месте, хорошо, значит. Вот так вот меня поздравляла компания. Меня поздравляли очень красиво, вернее, нас с мужем поздравляли очень красиво. Муж вошел в номер, мы вместе с ним растем, вместе с ним развиваемся. Да, он не очень активно помогает, он участвует во всех мероприятиях, которые большие у меня есть. Он выступает уже на сцене, он выступал в Минске, в адвокатеристубике Беларусь, хотя тогда нам предложили бриллиантовые директора. Сережа не готов, вы просто выйдете вдвоем, пускай он постоит или спустится, сядет. Что значит, Роша споднимется и спустится, сядет? Ну это не по мне. Конечно, я его за неделю настроила так, что он выступил так, что помнят все его. Меня там никто не помнит. Помнят Сережа, и на банкете помнят тоже Леша. Только на банкете напишите, по какой фразе вы его запомнили. Меня точно не запомнили по моему выступлению, но его запомнили все. И снова седая ночь, спасибо Николаю Евгимову. Да, он вышел и просто спел, потому что он говорит, что так говорится. Все люди выпивают и закусывают, нужно их трудить вашим бизнесом, понимаете? Вы помните про седую ночь? Вот это здорово, видите? И только седая ночь. Спасибо всем, кто это помнит, спасибо всем, кто сейчас написал. Он сказал, что сразу здесь где-то внутри, это очень важно, что вы есть, что вы помните, что вы, наверное, с нами вместе, что вы тогда нас поддержали. Потому что я не имела представления, что он это сделает. Я бы говорила, скажи вот так, скажи вот это. А он взял, скажи то, что думал. И запел, как он улетает. Это его любимая песня, он ее поет везде и 25 раз. Когда мы закрыли звание Бриллиантова, перед того, вот нижняя фотография, вот так у нас проходило в его принятии. Вот столько у меня цветов. Мои цветы держали в четыре руки, в одну я их не могла убежать, у Елены Корышевой букеты, у моей души букеты, у меня букеты, там в машине лежали букеты, на низу лежали букеты. Я привезла домой цветов столько, чтобы просто мне передать. У меня стояло три ведра цветов, у меня были заполнены все ванны, у меня были заполнены трехметровые ванны. Это было самое счастливое, что я когда-нибудь испытывала. Понимаете, я настолько люблю цветы, вся команда дарила цветы, и неровная креатива, и так далее. Вот так мы были на паркете директоров, и в том году от нашей команды было вот столько директоров, здесь не все стоят счетом. У нас было очень много директоров за тот год, раз, два, три, четыре, пять, шесть, у нас было шесть, наверное, не семь директоров, плюс звание Бриллиантовых директоров. Моя дочь закрыла звание директора. То есть, понимаете, вот эти все эмоции, вот это наша работа, она стоит этих эмоций. Когда мы работаем, мы потом получаем удовольствие от отдыха. И вот я вам еще расскажу, что всем вижу мечта, все начинается с мечты. Почему я вам так долго рассказывала сегодня про этих директоров? Почему я всем говорила, что нужно мечтать? Почему я вам это все рассказывала? Потому что вот каждый директор, он закрыл звание не просто потому, что Ира попросила, да, не просто потому, что Ира захотела быть директором. Вот у меня с первой линии семь директоров. Да, сейчас у меня идет все времена, да, кто-то не держит свой уровень, кто-то его, кто-то с него упал. Но самое главное, те, кто настроены расти, поверьте в имя. В следующем году, через год, у них будет новое звание. Они пройдут сейчас самый сложный этап. Самый сложный этап и в отношениях, и в чувствах, и в рознике. И если вот это все пройдется, то это будет сильнейшая команда во всей Белоруссии. И если сейчас вы растете, вы будете тоже сильнейшей командой среди своих директоров во всей Белоруссии. Просто растите. Мой первый директор в самом верху, вот сидит вместе, когда это моя Елена Васильевна Петрова. Она крестила, мой муж крестил у нее деток. И вот так мы с ней познакомились. Ее мечта была выйти с работы и построить квартиру. Так, у нас как-то все так погасло, мне кажется. Меня обидно слышно, у меня как-то резко все так погасло и назад появилось. Напишите мне, пожалуйста, меня видите? Да, видите, все, здорово. Она очень мечтала построить квартиру, идти с работой. Она учительница-директорка с двумя высшими образованиями, работает со сталыми детками. Ну, работала во всяком случае со сталыми детками. И она очень переживала за своих деток, да, которых она обучала. И говорит, эта работа забирает много времени, больше не могу, не хочу и так далее. Будучи на 18%, она увольняется со своей государственной работы, не доработав до конца учебного года. Почему? Потому что, говорит, невозможно не построить квартиру, не доработать денег. Я больше не могу. И она увольняется с работы, не доработав до конца учебного года. Если сейчас здесь есть учителя, то вы понимаете, о чем я говорю, да? Это, взгляд, ты бросил учебный год. На сегодняшний день Елена Васильевна с двумя детками построила себе квартиру. Она, у нее есть замечательный офис, она развивается. Светлана Соколович, у нее развивается, растет, да, вот я вижу, здесь леточка пишет, да? У нее есть команда, которая готова развиваться, у нее есть люди, которые готовы развиваться, и она с ними развивается. А всего на этого была просто мечта построить квартиру, идти с работы. Второй мой директор, это Светлана Майтиния стоит где-то тысячу долларов в креме. Я могу сказать, что этот человек трудоголик, трудоголик с большой буквы. Человек, который работал на заводе, у нее была мечта уйти с завода вообще и не работать там. Потому что там вся каплица не дерева у него, да? И здоровье уже неудышное, и здоровье сдает, потому что у нас, кто проработал на заводе БНС, на пенсию не выходит. А если выходит, он не живет больше двух-трех лет. Потому что это, ну, по дороге очень все плачевно. И Светлана всегда мечтала уйти. Она уходила, она работала день-ночь, двое дома. Вот когда ей нужно было идти на работу, на работу ей нужно было идти в ночь, она работала на офисе, и из офиса бежала на работу. Когда она из ночной смены бежала, у нее уже была назначена встреча, она приходила с ночной, проводила встречи, только потом ехала спать. Потому что она говорит, если бы я поехала и легла спать, то я бы уже на офис не приехала. Я бы не смогла. Вот понимаете, у человека была цель, у нее была мечта, она ее двигалась. И она к ней шла. Просто о чем вы мечтаете? Следующий мой директор здесь, Елена Корышева, да? Это вообще огонь в нашей команде, это позитив в нашей команде. Мудрившая женщина в моей команде. Я очень уважаю ее, я ценю, что... Я уважаю каждого директора и ценю. За то, что они были, за то, что они есть у меня. У Елены Корышевой, когда она всегда говорит, что есть одна мешка, я люблю красиво жить, я люблю тусоваться, я люблю тусню. Ее больше всего, я не знаю, как у вас, когда все время про это говорит, подвернула только одно. У нас на офисе есть хрустальные бокалы. И когда мы что-то празднуем, то все блют с пластмассовым стаканчиком, а директора блют из хрустальных бокалов. И вот мне наберет хрустальный бокал на себя наливать, и Елены, из всего уважения, вот мне, конечно, извините, но у нас только директора блют из хрустального бокала, да? Вот вы знаете, это, видела, наверное, вернула навсегда, но это их правило, да? Ой, это их, да, их право. У нас такое правило. Я поэтому принесла на офисе хрустальные бокалы, которые мне подарили за выступление Татьяны Туркутлова, и оставила их на офисе. И говорю, как только вы станете с директором, ваш сразу, ваш бокал вас ждет. И она говорит, я никогда не запомню эти твои слова. И когда сказала про этот бокал, я знала, что уже через два месяца я открою этот звонок и мне сама его дашь в руку. И когда мы начали праздновать, я говорю, где наши там стаканчики, я забыла про бокалы, Елена поворачивается и говорит, мне, пожалуйста, мой бокал принеси. Вот понимаете, у кого какая мечта в этой жизни? И она за один год стала директором. Она зарегистрировалась ко мне 1 января. И вот обратите внимание, что уже по осени там, я не знаю, Елена, мы как-то очень быстро, мы ее поздравляли со званием директора, понимаете? И всему стоил этот бокал, который я ей просто не дала. Вот, пожалуйста, мечта, смешная мечта, но это была ее мечта. Вот внизу стоит тоже с чеком и с титами Ольга Мороз на банкете директоров. Очень ответственный человек, у нее была мечта купить мужу машину. Ну, я не знаю, сколько мужу, сколько, наверное, в семью. И вот она все премии смаживала, она получила и тысячу долларов в премии, она получила и 20 миллионов сверху, и вторую тысячу долларов, тогда вот по бонусу роста, она собрала все деньги. Они купили на то время очень хорошую, дорогую машину. То есть, вот тебе, пожалуйста, была мечта, она к ней пришла. Вот эта вот красивая, очаровательная девушка, это моя дочь. Я сказала дочке, я хочу открыть и закрыть звание приятного директора. Я очень хочу, чтобы ты мне помогла. Мне на самом деле очень сложно, тебе требуется вот это, вот это. И ты тогда полетишь в Египет, понимаете? То есть, еще была полетка на Египет. Конечно, она не проводила бизнес-стречи, нужно понимать. Но она мне давала телефоны, и она собирала заказы. Я не думала про ее номер, потому что нужно туда собрать заказы. Ясно, что моей работе пошло, наверное, процентов 60. А еще, знаете, почему я взяла свою дочь и, наверное, сделала? Как-то я на офисе услышала такую фразу, что прошли праздники, прошел Новый год, прошло 23 февраля, прошло 8 марта, и наша продукция никому не нужна. Понимаете? Поэтому роста не будет. И вот тогда я зарегистрировала свою дочь, и за 2 года она стала директором. Понимаете? Я обратно же сама сделала практически второе звание, да, в свою семью. Я доказала, наверное, вот в этот момент, я доказывала не столько себе, сколько окружающим, что можно сидеть дальше, но можно расти дальше людей, да? Кто кого хочет растить, и не стал расти людей, по одной-то причине, что у них ничего сейчас не берут. Понимаете? То есть, станьте лучше сами для себя, станьте лучше для своего окружения. Покажите. И поэтому я выросла свою дочь, и показала, что вот он, пожалуйста, я выросла из нее директора. Почему вы не растете дальше, не развиваете? Значит, не на столько сильной мечты. Значит, дело не в том, что закончились праздники, и не берут продукцию. Значит, дело в том, что у нас в голове творится. Марина Китаева, это моя кума. У нас идет поздравительное мероприятие. Я у нее уже крестила мальчика. И она мне звонит, она знала, что поздравительное мероприятие. И я, Марина, я говорю, где-то наша Марина, а что-то она не отвечает второй день. Да, знала, что у нас поздравительное, и все, и тут звонок. Знаете, вот как чувствует, и говорит, ну что? И она так и говорит в трубку, кума, я тебя поздравляю, у меня родился сын. И когда я вышла на сцену выступать, первое было слово, мы поздравляем нашу Марину. Мы тут же с нашей поздравительной школой поехали к ней в роддом, запустили шарики, распевали под окнами шампанские, поздравляли ее. И она говорит, ими, я тогда помню, как приходили со всех комнат и говорят, а где вы работаете? Нас так не поздравляют и к нам так не приходят. Вот постройте отношения в своей команде, чтобы вот так вот идти поздравлять, чтобы так гореть. И поехали, конечно, не все поехали, те, кто готов был поехать, кто готов был поздравить. Это было очень здорово. Марина, Марина творит деток, она их воспитывает одна. Посмотрите, какие разные директора. Да, Марина, какие разные директора? От 20 до 60 лет. Это говорит про то, что кто считает, что это сейчас очень рано, а кто считает, что это очень поздно. Здесь нету рано или поздно. Здесь есть просто стать хозяином своей жизни. Так вот, Марина мечтала только об одном. Трое деток, у них не хватало нормально прокормить, вот чтобы просто понимать. И она говорит, я так мечтала. А, она мне говорила тогда, что она не мечтала, но она все время говорила про деток, я так люблю детей, я так хочу им дать больше, я так хочется показать им, как вы это, хочется их свозить куда-то, чтобы показать, как можно больше всего детям. Но она все время говорит, ты когда закроешь звание директора, куда ты потратишь тысячи долларов? Она говорит, ну, я куплю компьютер, потом, наверное, я куплю вот то, я куплю вот это. Вы знаете, что она сделала, когда получила тысячи долларов? Я тогда всегда говорю про всех, да? Вот я правда всем очень люблю свои перегородки, что бы ни происходило, я вправду люблю, да, только каждый должен показать, что он готов одеваться, что он готов работать, что он будет работать, несмотря ни на что в этой жизни. Ну вот сейчас я рассказываю про ее детей, я помню я глаза слез, она тогда получила тысячу долларов, и я потратила ее всю на детей практически. Она не купила ни компьютер, ни одетка, она купила билеты в цирк и повезла в своих детей на поезде, они первый раз на клунатике ехали на поезде, они даже не знали, что это такое, несмотря на то, что дети в школу, наверное, ходили, я сейчас так сильно не вспомню. После цирка они пошли в КП, после КП она возила их еще куда-то, да, вот оказывается была мечта внутри, но ты не понимал, смотрите, насколько разные мечты, кто-то купил квартиру, кто-то купил машину, да, а кто-то просто детей возил в цирку, возил их на поезде. Вот услышьте меня сейчас, это ваша жизнь, вы можете ее изменить, несмотря на то, как вы сейчас живете. Если сейчас вы получаете огромные деньги, у вас есть хорошая работа, у вас есть хороший бизнес, у мужа, ну, станьте лучше сами для себя, сколько можно подавать носки и утюжить шнурки? Вы можете стать лучше, просто как женщина, и когда она вас будет смотреть, ваши дети, они будут понимать, что мама не просто подать тарелку, мама это выйти на сцену на 5-10 человек, понимаете? Мама это выступит на уфинале, где 68 человек, и они не выходят сейчас, понимаете, о чем я говорю? То есть гордитесь собой, идите дальше, добивайтесь, стремитесь, не вдавайтесь, насколько мне было тяжело в этой жизни. Следующий директор это Елена Ганя, на самом деле очень крамотная девушка, очень умная девушка, любящая жена, любящая мать, она всегда мечтала только путешествовать, Как знаю, я её с этой стороны, она всегда путешествовала, она любила путешествовать, у неё не было это, наверное, чтобы они не отдыхали, Но, когда я с ней познакомилась, мы всегда не стали отдыхать, и я ей так завидовала, просто не могла. Тогда я летела первый раз от компании в Португалию, я так, например, чуть-чуть в раздат, я лечу в Португалии, Ну, сколько ты отдаёшь, а чего в Португалии, ты нисколько не отдаёшь, не отдаёшь, не отдаёшь, она говорит, как бесплатно отправлять, ну вот ты заработал, отправили, да они забрали какие-то премии твои, говорит, нет, мне отдали мои премии, мне две тысячи долларов, еще отправляют отдыхать. А она, если помните, потом ушла, это у красных, да, то есть человек, который с финансами дружится, очень хорошо и зарабатывает, у меня принцип всегда заработать деньги, у меня вокруг меня очень много красных директоров. И она такая стала, говорит, блин, я работаю, зарабатываю, и эти же деньги трати на отдых, ты работаешь, зарабатываешь, тратишь деньги на себя, а компания дает отдых. Она закрыла звание директора после регистрации ровно за 10 месяцев, то есть она зарегистрировалась ровно через 10 месяцев и поздравляли ее со званием директора, он за два каталога вышел на 7500. Вот вообще представляете, вот у каждого своя мечта, у каждого свое доказательство, каждый к чему-то. Ну вот сейчас еще многие люди уходят из бизнеса, кто-то говорит отношения не те, кто-то говорит деньги не те, кто-то говорит никому не нужно, все говорят по-разному. Знаете, директора вообще, это, наверное, не шуты, не клоуны. Они не могут мотивировать, ну, видят, это не шуты, не клоуны, он не может мотивировать директоров. Директора видели премию, директора видели банкеты директоров, либо директора дальше идут, либо не идут. Если они не идут, это не значит, что не просили хороших директора, просто чуть-чуть нужно подножать. Вот если у вас чуть-чуть что-то не получается, просто чуть-чуть подножмите, чуть-чуть докажите сам себе, что я это сделаю, что я не встану с этого дивана, даже если я хочу в туалет, покуда я не обзвоню вот эту анкету. Понимаете, про что я говорю? Вот если вы это будете делать так, как вы это себе скажете, так как вы себя это заложите, так у вас и будет. Ну, Господи, я с вами так долго. Если тебе скажут, что мечты не сбываются, не верь, они сбываются, если за них бороться. Вот если вы будете за них бороться, они будут сбываться. Я вам показала только что, как я боролась за свою мечту. Я вам показала, как у меня летала обувь. Я вам рассказала, как у меня... Как пять минут, да, Владимир, спасибо большое. Я вам рассказала, как у меня не получалось закрыть звание золотого директора. Я сейчас рассказываю, что не все, может быть, держат свое звание, да, но я понимаю, что останутся те, кому нужно это. Я понимаю, что останутся те, которые готовы идти дальше со мной. Я понимаю, что будут новые люди, их очень много сейчас, потому что я не останавливаюсь, потому что я готова работать, понимаете? Потому что мне раньше мечты. Мне нужно купить в Минске квартиру, чтобы там жила дочь. Мне нужно еще 25 раз спалить с дельфинами. Я люблю просто путешествовать, да? Я люблю награждение, я люблю поздравления. И вот это была солнечная валиция в том году. Это была яркая валиция. Это замечательный отдых. Это новые цветы. Это новое поздравление. Это новое платье. Девочки, миленькие. Понимаете, вот здесь в этом бизнесе будут успешные люди, кому вчера не было чего одеть. Вот если у вас вчера не было что одеть, вы будете успешнее. Потому что завтра, послезавтра у вас будет тысяча платьев. Но если у вас ломается шкаф, ну да, наверное, ничего не мотивирует. Я вам еще расскажу, у меня не было 25 обув, у меня была одна обувь, понимаете? Было одно платье на все случаи жизни. А сейчас я открываю шкаф и говорю, мне чего одеть, потому что я в этом уже была на баскете. А вот это я была на поздравительной школе. Понимаете, как важно это понимать? Всегда есть те, кто уверен, что это невозможно. Они не должны мешать тем, кто это делает. Правильно, Ольга, но и полностью согласно. Они не могут вам мешать, если вы не позволите им вам мешать. Вот если вы позволите, они будут мешать. А если вы не позволяете, тогда они не будут мешать. Это их выбор. Идти дальше или стоять на месте. Вот это возьмите, вот это ваши лидеры. Да, они здесь рядышком. Я их очень люблю. И все, наверное, на этой конференции последние. Мы летаем вместе, мы сидим вместе. Нету только вот самолета рядом. Мы отдыхаем вместе. Мы прилетели с Варитии. Мы тут же полетели. Понимаете, вот это тот год. Да, вот я могу рассказать, даже не подъяснил. Правильно, Елена? Я вам могу рассказать просто один год из своей жизни сейчас. В марте месяце, в том году, мы полетели с дочкой в Израиль. Вместе с Людмилой Некоморовой. Это тоже приятный директор. Она мне позвонила и говорит, так, есть путевка. Давай идти в Израиль. И вот я плечу одна, подожди, малую возьму. Мы не пошли и ходили в школу. Подумаешь, проблема, что мы не ходили в школу. Мы все это наверстали очень быстро. Прилетели с Израиля, мы полетели командной в Сочи. Ой, в Сочи. В Алушту. Да, нас полетело 12 человек. Поехали на Кучине. Мы отдыхали в Алушту. Мы прилетели с Алушты. Мы всей семьей в начале августа полетели в Египт. Мы отдохнули в Египте. Ровно через 5 дней, когда мы прилетели с Египта, мы полетели в Валенсию. Мы прилетели с Валенсии, в Валенсии с мужем. И уже в сентябре, в начале октября, мы полетели, пожалуйста, нас командой полетело 13-14 человек. Мне кажется, у меня самая была большая команда, одна из самых больших команд, которая полетела в Египет тогда, в том году. Мы полетели в Египет. Посмотрите, какие наряды мы одевали. Посмотрите, как это было здорово, красиво. Посмотрите, как мы летели. И со мной была моя дочь, потому что она закроет звание директора. Со мной была моя команда, которая росла. И люди, которые увидели это награждение, они идут и работают дальше. Они видят это для нами. Сейчас у вас у всех есть возможность полететь в Болгарию. Да, сейчас ваши прилетят из Сочи, сколько эмоций они дадут, сколько они покажут всего и расскажут. Идем дальше. Поэтому начался этот год. Уже январь месяц мы начали с Абудаби. Мы уже были в Абудабе на бриллиантовой консиленции. Тут-то все. Жив, ну, один год жизни, понимаете? Жизнь не происходит. Вот это вот не честь, спроси лучше. Вот от этой фотографии я просто без ума, когда я делаю эту абаю, Мой муж смотрел на меня и говорил, дизнь, и я даже с тобой не пойду никуда и вообще, понимаете? Я столько куда страшно. А потом он ходил и говорил, какая ты красивая. Я понял красоту этих женщин, от твоих глаз не оторвать глаза. Вот я говорю, наконец-то ты увидел за 40 лет мои глаза. Мы были на море. Мы были в парке Гирали. Это все очень яркие моменты, понимаете? Это самые яркие моменты, которые только могут быть в жизни, только за то, что ты правильно работаешь. Ой, вот это вот моя история, вот это вот моя мечта. Сейчас, секунду, подождите. Меня попросили ваши спонсоры рассказать о методах рекрутирования. Я не знаю, с вами делится сейчас методами рекрутирования. И не можно, в принципе, на этом закончить, потому что я с вами полтора часа. Я не знаю, как у вас со временем, но вы все на месте. Я просто вот вас люблю, уважаю, поражаюсь. Какие вы молодцы, да. На сегодняшний день мы работаем морковками, чтобы все понимали. Я не знаю, как работаете вы. Маша с другого начала работать под последнего новичка. Да, Яночка, спасибо. Спасибо всем за то, что вы рядом, за то, что вы случились, за то, что вы понимаете, что это на самом деле круто. И я правда собой горжусь. Я правда научилась в этой компании себя любить. Я научилась себя уважать. Я научилась понимать, что я человек с большой буквы. Потому что я делаю сама, и я не с тем и соревнуюсь. Понимаете, я соревнуюсь сама с собой. Полюбите себя. Идите вперед в этой жизни. Начните работать. Как-то все стало очень сложно. Я закрыла звание приятного и директоров на мужа. А то время был очень рядом. Мы очень рядом все делали. Мы понимали, что мы открываемся. И у нас идет стройка дома. Я говорю, Леш, давай так. Ты сейчас строишься. Как только ты делаешь вот это, мы работаем вместе в одну ногу. А сейчас ты просто строишься. Поэтому сейчас мой муж строится. Но он принимает участие, закидывает мне замечательные идеи. Да? Можно, как пока, застроить баню, в которой приходит наш директорат, где мы будем вместе париться, где мы будем устраивать отдых. Да? И так далее. То есть у него мечты свои. И он мне это очень нравится. А я выработала свою систему благодаря Светлане Моисеевне и Ирине Пронович. Они приехали ко мне домой, потому что я была в полном парке. Я не понимала, как сейчас работать. Люди не идут. Людей нету. Люди не готовы покупать. Может быть, сколько сколько они покупали. Хотя, я не знаю. Я продаю все на лифте. У нас Лайк Плюс с Татьяной Каташенко в каталог по 5-6 подписок. То есть люди все берут, когда вы готовы про это рассказывать. Хотите, чтобы вы подписаны на Лайк Плюс? Каждый день минимум 3-м человеком открывается рот про Лайк Плюс. У вас будет Лайк Плюс, чтобы вы понимали, как это делать. Так все очень просто. И вот ко мне приехала Ленина Проновича, Сыканова и Сеня. Они позвонили. Ира, ты дома? Я тут дома. Ир, давай на улицу. Я же на выпуске не появлялась, наверное, на неделю, где, может быть, и месяц. Придешь, со всеми поздороваешься, на всех посмотришь, заберешь заказ, посмотришь, что, что делать, уйдешь. Внутри у меня была апатия, очень сильная апатия. Когда ты потерялся, когда ты не понимаешь, куда идти, что делать, когда в сибириады никто не идет, ты приглашаешь в спиртной сети, Бог понял, за лицом, да, а приходит один человек в неделю, их нету много, ты приглашаешь на бизнес, отзвонил 35 лет, 30 звонков, пришел один, отзвонил 50 звонков, пришло три. Понимаете, результаты есть, мы что-то держимся, но это не рост. Я ушла вся в себя, очень сильно ушла в себя, я как-то переживала, переживала еще по другим моментам, да, за всем, что происходило у меня. И вот приехала Ирина, еще раз, и Светлана, и они говорят, смотри, мы нашли ролики, как работают в интернете, как строят морковки, под морковки, я не буду ни под кого ничего строить, я привыкла обучать, показывать, я привыкла мотивировать, да, показывать, что они могут зарабатывать, как-то им будут строить. И они мне, давай это все объяснять, они мне все это показали, они закинули очень хорошую удочку, я очень благодарна, что они меня хорошо знают. Если вы мне понравитесь, что-то новое, я тут же уникально его охватаю и начинаю пробовать развивать. Я не думаю, как оно получится, мне вообще все равно, как получится. Вот конечный результат и показал. Мне главное начать делать, если оно не получится, значит, ну, это было не мое, если получится, здорово. Я обратно ушла на какое-то время в себя, мы что-то обсуждали, мы там чаты создали, но я стала очень активно пробовать звонить, да. Мне было вначале важно понять, когда ты влашаешь людей, на самом деле, где ли люди регистрируются. Вот сейчас я вам проговорю полностью, как я звоню и приглашаю людей. Я вам сейчас конкретно это проговорю. Я только пахну воды. Жальте рыбу, рыба будет. Вот знаете, что, Наталья, что-то я не поняла такое высказывание, да, как-то может потом мне его объяснить, расскажете. Значит, я взяла и сделала звонить. И я сразу обзванивала одна. Я посмотрела много в Ютубе всякие звонков, как люди обзванивают. Сейчас на Ютубе можно обучаться, обучаясь не хочу. Посмотрела уйму звонков, я понимаю, что это вообще не мое, какой интернет-магазин, какое интернет-направление, о чем они вообще говорят, да, вот что это такое, какой-то бред собачий, еще я буду понятить и стрелать людей. Но я решила, что оно, это видно, что у вас сильная команда. Спасибо большое, Ирина. Я, ну, Даня, благодарная девушкам, Ирина, хочется просто про это сказать, как Таня, Никита, что ты сгонешь, можно было всем ротиться, хотя разногласии есть в каждой команде, да, но тем самым они нашли тоже свой выход и с ним ко мне приехали. Я села дома, и я не могла начать звонить, это было очень сложно, но вот очередной раз говорю, побеждайте себя, а не окружение, не живите лучше другим, живите лучше, чем вы жили вчера, вот это самое важное. Я уселась на диван и сказала сама себе, что я не вскану с дивана никуда, пока я не сделаю три звонка, это было самое первое. И ты там ерзаешь, перелаживаешь бумажки, перечитываешь, думаешь, кому позвонить, кому не позвонить, то есть в каком духе это все происходило, потом я захотела читать, я уже говорила. А я дала сама себе слово, вот я из тех людей, если я себе даю слово, я докажу, как уперстым быть до конца. Для телекции, вот оказывается, это очень здорово. Я усела здесь, сижу, ерзаю, и не встаю, то есть я это сказала, я ерзаю, понимаете? Я начинаю звонить, я понимаю, что я не могу встать, я же сказала, либо ира в штаны, либо ира звонит. Я начала звонить. Первый звонок не такой, второй не такой, на отдал ответили, там не так что-то сказали. В конечном итоге у меня пошли регистрации, понимаете? На третьем, на пятом дворце люди стали диковать газные, волна поражена. То есть как это происходит, я вам сейчас скажу. Я на телефону у своих знакомых и звонила от их новой имени. Вот я звоню, к примеру, и говорю, здравствуйте, Яна, я в эти час не отвлекаю? Нет, а кто я там не отвечает? Мы с вами не знакомы, я звоню по рекомендации нашей общей знакомой Светланы Васильевны. Наши вот сейчас будут съедать окончания, потому что много уже говорила, да? Это не те, кстати, они что будут съедать окончания. Я говорю, здравствуйте, Яна, мы с вами не знакомы, я звоню по рекомендации нашей общей знакомой Светланы Васильевны. Знаете такую, да, знаю. Она о вас отзывалась в таком порядочном, добром, хорошем человеке. На данный момент у меня свой бизнес, я его развиваю, я набираю в свою команду людей. Мне очень нужны люди, кому нужны дополнительные деньги в семью. Вас вообще интересует дополнительный это и основной заработок. Ой, ну я не знаю, а что это такое? Я говорю, вы подождите секунду, вы меня прослушайте, пожалуйста. Если я вас не заинтересовала, спасибо, что прослушали. Если я вас заинтересую, я буду рада очень с вами сотрудничать. Ну, мне отвечали, да или нет, то есть они готовы, да что это, или вам деньги в семью дополнительные нужны от 2 до 10 миллионов, они вам будут лишнее или нет, но денег мало не бывает. Тогда я раз, когда говорят, нет, мне деньги не нужны, бла-бла-бла. Ну, не нужны, не нужны удачи. Я начинаю рассказывать. Проще я знакомлю с понятием интернет-магазина. Вы слышали о таком? Да, слышали? Вот сейчас интернет он с ней набирает обороты, многие люди совершают покупки в интернет-магазинах. Почему это происходит? В первую очередь, потому что это дешевле, потому что нету, там, не знаю, хранения, складов и так далее, да? А во вторую, вы покупаете напрямую. Вот наша компания не в случае, эта компания прямых продаж, она запустила новый проект. У нас сейчас идет новая, у нас идет проект карьера роста, где мы набираем людей, которые готовы развиваться и развиваться в интернет-магазине. У вас будет свой личный магазин, в котором не нужно закупать продукции, обо всем позаботливается команда, обо всем позаботливается компания, где есть все продукции, которые необходимы нас в течение всего дня. То есть это не те продукции, которые долго хранятся, это те продукции, которые очень быстро заканчиваются. Продукции личной гигиены, продукции здорового питания, как исключительная джутерия, как и в ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Чтобы уметь правильно и грамотно проконсультировать, нужно знать эту продукцию. Чтобы уметь грамотно и качественно подобрать, нужно изучить продукцию. О такой консультанте Вы сейчас вы вообще говорите. Не обевайте себе рач 있anders никого, но на голову. Я Вас приглашаю быть просто потребителем этой компании и стать моим бизнес-партнером, а в только процессе Вы можете стать консультантом. Так я могу не быть консультантом, вы можете не быть консультантом. Но Вы в любом случае не являетесь. А я консультант. я очень грамотный консультант и подберу вам закрытыми глазами все, что нужно. То есть, когда подаешь такую подачу, люди по-другому реагируют. Люди понимают, что вы говорите серьезно, люди понимают, что вы с ними не перимонитесь где-то, но это случится даже очень мягко, как у меня. И люди на вас очень хорошо идут. Ну, правда, хорошо. И я вам рассказываю, что их задача научиться выставить компания E-play для начала для себя дискуссии. Выставить каждый каталог. Дальше я звоню ваших знакомых, которых вы прослушиваете по скайпу, в бинарной комнате, на телефоне, со мной есть я на офисе, как вам будет удобно. Я их обзваниваю и регистрирую уже по два. Я вам помогаю строить команды. Вам где-то будет выплачено деньги. Я не готова никуда ходить, и это мне не нужно. Но вы готовы звонить в компании E-play? Походу, вы будете мыть? Да. Я могу звонить ваших знакомых без вас. Ну, если есть. Такие люди, которые готовы для меня. Да, у меня очень много знакомых, очень положительных. Мне это заинтересовало, я могу вам дать телефон. Есть люди, которые не дают телефон. То есть вы говорили суть, как я обзваниваю. Мне кажется, так все сейчас обзванивают. Вот таким методом я обзваниваю в день минимум 5-6 анкет, которые приходят. В анкете всегда написано от 5 до 10 телефонов. Вот если вы поставите сейчас себе плат, чтобы не встаете со стула, пока не обзвонили одну анкету. Ровно через 5 минут вы должны обзванивать вторую анкету. Ровно через 5 минут вы должны обзванивать третью анкету. То у вас все получится. Но еще мой любимый метод я его не выбрасываю. Я дальше им работаю. Я беру контактирование. Навсегда. Вот сейчас вот Яна Миляева пишет. Это девочка, которая пришла вам из дома. На самом деле замечательный человек. Очень красивый, очень ухоженный. С таким иностранством не ясно работать. У нее трое деток. И она находит время оставить деток дома. Оставить их на мужа еще на ротах. Прибежать на офисы М2. Сегодня они были все на планерке. Обратно же слушали этот текст. Обратно обзванивали. Но еще я беру контактирование. Что такое контактирование? Это когда я беру телефоны по незнакомых людей. И если для начала я их брала, просто собирала, то теперь я обзваниваю и ее что-то предложить. Как это происходит? Когда мы с мужем ходим в магазин, я раньше давала слово, а сейчас уже нет. Чтобы заставить себя научиться, нужно себе давать слово. Я не прихожу домой, потому что у меня нет три контактирования. Три контактирования это три номера телефона людей, которых я вообще не знаю. И это делала каждый божий день. Я не ходила домой. Кстати, у нас дома гости, да? Они сидят. А мы ездим. Я говорю, Леша, у меня только два телефона. Леша, у нас гости. Говорю, Леша, надо зайти в магазин. Понимаешь? Он говорит, Ира, я не пойду в магазин. Я говорю, Леша, у нас нет коньяка дома. Понимаете? Вот он должен быть секрет. Мы там, да? Тогда заезжаем в магазин. Мне понравится женщина. Я говорю, Леша, давай ты сейчас зацепишь женщину с рукой, а потом оттянешься. А я к ней подойду. И мы идем, отпускаем ее на колес. Она улыбается. Ничего. И кроется. Ты, да, приятная женщина. Все такие нервные в нашем видеорусе. А вы вот на что-то улыбаете. Дайте вам, что-то потом мне к вам есть предложение с приятным людям. Я всегда одета хорошо. Я всегда хорошо накрашена. Даже если я одета и по-спортивному, и не накрашена, я настолько уверена в себе, что, наверное, никто этого не замечает. Понимаете? Поэтому, когда я еду с руками, я всегда хорошо. Садитесь, предложите. Ну, мы же сейчас с вами находимся в магазине. Я вам не могу рассказывать. Здесь ни о деньгах, ни о дополнительном гардике. Я вам позволю все расскажу. Заинтересовались, здорово? Нет. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Вы знаете, еще ни один человек мне не отказал. Только не ко всем, что я могу подойти и сказать. Вы знаете, вы мне понравились. Вы красивые или вы ухоженные. Да, эти телефоны. Поэтому нужен повод. Следующий телефон, как я брала. Я в последнее время перестала брать. Раньше брала. Следующий телефон, который я брала, это... Я брала своим мужем. Я говорю, Леша, смотри, какая интересная женщина, да? Она говорит, ну, баба. Я говорю, она берется в магаз. Пойду и я куплю винограда. Вот еще иногда покупаешь виноград, когда у вас это не надо. И я себе подошла, беру виноград и говорю, нет, что-то я не понимаю, как это взять. Я говорю, смотрите, какая винка хорошая. Я говорю, вы так вот стараетесь с виноградом. Этот же желтенький, а этот зеленый. Будь вкусный. Или здорово. А какой завтрак? Она поднимает голову. Славьем. Я говорю, замечательно. Я пишу, что ваш номер телефона, она говорит, зачем? Я говорю, я люблю разрывчевых людей. Вот вы взяли, там где-то сбавились. Помогли выбрать вы. А мне виноград. Я вас обязательно вас благодарю. У меня есть чем. Ну, хорошо. А мне точно это надо будет. Я знаю, что вы должны быть благодарить вначале по телефону. Если вам будет неинтересно, положите тут деньги, потрачу я, а не вы. Я говорю, что я беру номер телефона. Пожалуйста, приходите, звоните и делайте свое предложение. Приглашайте на обзор. Потом приглашайте в экспертные сети. Проводите им спа. Рассказывайте про здоровье. У вас на самом деле замечательные республики. Вот это я вам рассказываю, с вами два ярких случая, которые, на самом деле, будут трудноваты. Вообще, тут ко мне рассчитывают. Израиль, если где, меня рассчитывают и говорят, спасибо вам за отличное обслуживание. Я очень люблю позитивных людей. А у всех висят бейджи. Я говорю, Екатерина, а можно ваш номер телефона? Еще не было ни одного кассира, который бы мне не дал номер телефона. Потому что я всегда спьюсь. Я всегда сокачиваю. Я всегда разговариваю. То есть, если у меня плохое настроение, я и не беру телефоны. Потому что я не смогу и с ними улыбаться. Поэтому я хожу и беру телефоны всегда, когда хорошее настроение. Вот поэтому, когда я ставила себе план приконтактировать, и каждый день, у меня с каждым день были телефоны, где я звонила и говорила, здравствуйте, Глади, это Екатерина. Мы с вами вместе выбирали виноград, трёх желания. Вспомнили? Ой, да, Ирочка вспомнила. Это замечательно. Глади, правда, вы мне если не понравились, но у вас нет, вам есть предложение о дополнительном заработке. И на Александрах такой даре. Аман, высший пилотаж, конечно. И рассказываю о нашей возможности. Вот вам, пожалуйста. Вот так у меня каталог происходит в моей команде. Я сейчас не говорю про директоров, которые работают. Я говорю про свою конкретную персоналку. Каждый каталог у меня около сорока регистраций. Понимаете? Теперь очень активно. Поэтому у нас есть рост, есть продвижение. И мы идём. Николай, я тоже со всеми с вами. Вот я надеюсь, что я сегодня была вам полезной. Я вам еще рассказала, что могла. А теперь посмотрите на этот слайд. И подумайте, какой вы карандаш в этой жизни. Мы все как карандаши. Каждый рисует свою судьбу. Кто-то ломается, кто-то тупит. А кто-то затачивается и движется вперёд. Так вот я вам всегда желаю только затачиваться и двигаться. Только, мои дорогие, вперёд, вперёд и ещё раз вперёд. Спасибо всем огромное. Вы ко мне пробыли полтора утра почти два часа.